МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кефир не забыл купить? Ешь, сметану. Не сметана нельзя, она жирная. Ой, Миша, а это что? Положи на место. А это кому? Это подарок дочке друга. А, это с которым ты вчера встречался? Ага, Димка. Так он вроде Колька. Ну, он Дмитриев же, поэтому иногда я, Димка. Кстати, сегодня вечером тоже с ним встречаемся. Хороший подарок. Ну, хороший, дорогой собака. Денег вообще не осталось. Ну, так ты в сумке возьми. Ага. Слушай, Миш, я сегодня тоже ненадолго отойду. Ну, куда? На занятия по коррекции веса. Я ж сказал, я против. Только деньги из тебя вытягиваю. Окей, все, пока. Окей, все, пока. Поехали еще. О, когда я тебе ухожу. Ага. Извините, Наташа. Был срочный телефонный звонок. Так что, вы прекращаете занятия. Муж не разрешает. Он считает, что меня затягивают в секту, чтобы отобрать деньги. Понятно. А вы тоже так считаете? Нет, конечно. А ваш муж лучше всех знает, что вам подходит, а что нет. А он никогда не ошибается? Да, ошибается, конечно. Просто он ругаться начнёт. А я этого очень не люблю. Наташа, вы живёте вашу жизнь, а не ваш муж за вас. Инга, а можно я буду ходить в другое время? Ну, например, с утра. Муж об этом не узнает, и мне лучше, меня никто в группе не увидит. Не будет лучше. Терапия предусматривает занятия в группе. Вы должны быть среди людей. Вы должны бороться с вашей зажатостью. Ну, на самом деле, муж прав в том, что нам сейчас нужно деньги откладывать на ребёнка. Ну, вернее, на ЭКО. Вот вам мой мобильный. Если будет нужна помощь, звоните. И выполняйте задания, которые я вам дала. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Привет. Ох, я такие шайбы брал. Никакому хоккеисту на свете этого даже не снилось. Правда? Спрашиваешь. У меня дома все полки кубками устаровано. А когда ты меня к себе домой позовешь? Почему мы всё время только у меня встречаемся? Слушай, у меня беспорядок. Прям стыдно, серьёзно тебе говорю. А операция некогда. Миша. Тебе женщина в хозяйство нужна. Когда мы поженимся? Ну, чего ты тянешь? Я? Ты что? Я не тянул. Я деньги заработаю. На двух сменах работаю. Чтобы у моей красавицы была самая-самая лучшая свадьба на свете. Я тебя знаю. Ты же на меньшее не согласна? Нет. Я пошёл, но пока я буду на работе, он будет спать рядом с тобой. Я похудела на два килограмма. Я молодец. Моя суперсекси-фигура выбирается из слоёв жира. Как медведь из берлоги. Как черепаха из панциря. Ужас какой? Господи, как же ты меня напугала. А что у вас дверь-то открыта? Мишка что, забыл закрыть? Хочет, чтоб меня украли. Слушай, я за оценкой пришла. Попробуй. Ну, неплохо. Только ты пересолила, переперчила. И почему вместо оливкового масла подсолнечное? Какого-то другого не было. Нет, ну, почти неплохо. Ты знаешь, только я не поняла, с какой стороны это мое блюдо почти неплохо получилось. Ну, а сама-то как? Хорошо. У меня вчера было первое занятие в балетной школе. Тут я смотрю, блестишь. Как медный пятак. Что, девчонку понравилось? Ну, вроде да. А вот родителям нашелся, конечно, один папаша, который сказал, что я не очень похожа на балерину. Ой, не расстраивайся. Он сам, наверное, на чучело похож. Ну, не знаю. Вот, смотри. Ух ты, это он? Люшка Сергеевича. Не, ну точно, московский крендель не дать, не взять. Втюрилась подруга? Ты с ума сошла? Ага. Скажешь тоже. Глаза. Глаза. О, как хорошо, что я вас застала. Срочно нужна ваша подпись на документах. Ну, проходите, пожалуйста. Так, вот, Сергей, пожалуйста. А, даже думал? Она в бассейне. А что? Ой, ломаю голову на подарком племяннице. Хотела с ней посоветоваться. Можно? А. Кстати, я наперед знаю, что она вам предложит. Какую-нибудь толстенную книгу из жизни знаменитых галерин. Она увлекается балетом? Да, без ума. Ходим в балетную школу. Кстати, меня раскритиковали из-за вашей фотоработы. Кто? Дашин педагог по балету. Это такая сухая палка, чтобы тесто мешать? Да нет, скорее тесто, чем палка. Между прочим, благодаря вашей фотографии продажи увеличились на двадцать шесть процентов. Ой, какое дорожкое платье. Сергей, помогите мне, пожалуйста. Зачем вообще вы такую неудобную красоту надели? Что? Что у вас свидание? Ну, что такого? Я так всегда одеваюсь. Папа! Даша, убери ее от телефона. Даша, не лезь в дела взрослых, пожалуйста. Она же вообще на маму не похожа. Котенок, никто в целом мире не похож на нашу маму. Ешь, давай. Один. Наташа-джан, ты такой красивый. Работаешь, класс не оторвать. Спасибо вам, Сурен Акопович. Ну, как можно такую девушку на складу прятать? Я тебя сегодня приглашаю в ресторан пообедать. А я все еще замужем. Ну, и что? Шашлык кушать будем? Вино пить? Пахлава? Ну, пальчики оближешь. Сурен Акопович, миленький, вы только не обижайтесь. Я на диете. Диета? Фигуру портишь? Слушай, твой муж куда смотрит? Он что, слепой, глухой? Он что, больной? Нет. Он молодой и красивый. Спортсмен. Спортсмен? Угу. Мапсмен. Честное слово. Зоя Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы чувствуете, чем-то горело у нас в подъезде? Так это у Ольги. Оля! Оля, это Наташа! Открой дверь! Что случилось? Все пропало. Николаша останется голодным. Ой! Там было написано, сорок минут. Я спокойно, кручу, бегу в диван и выхожу. Тут апокалипсис. Понятно. Ой! Ой! Было красиво. Верю. А, бросаешь меня, да? Ну, правильно, давай, все меня бросают. Вообще, какая-то никудышная. Правильно мама говорила, 33 несчастья. И что, у меня не получается, как всегда. Так, это мясо по-французски, значит, греешь ровно пять минут и все. Наташка, а как же, Миша, подожди, а он ужинать не будет? Да нет, он задерживается, как всегда. Наташка, ты моя спасительница. Бег не забуду. Слушай, голова вообще не варит, я тебе БАДу купила. Я одна моя знакомая рекомендовала, это сессия для похудения. Слушай, эффект обалденный. Ты знаешь, как 20 килограмм просто минус. Что, правда, что ли? С твоими глазами видела, вообще отличная вещь. Видишь, что тут натуральные ингредиенты. Спасибо. Пришел. Ой, ой. Он пришел. Тихо. Так, так, слушай, давай, знаешь что? Что? Подожди. Осторожно, горячая. Давай, отнеси мусоропровод и... Так, ой. Не успеваю, не успеваю. Так, все, ай, 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 да еще. Так, все, да. Бада, взяла? Взяла, да? Окно открой. Все, давай, точно, да. У нас с тобой, Джерем, большая проблема. Нас с тобой хотят отдать на растерзание злой кровожадной ведьме. Наш папа сошел с ума. Конечно, не мудрено, он столько работает. Еще надо меня в школу отвезти, с балета забрать, тебе еду купить. Он просто уже вообще ничего не соображает. Нам надо ему помочь, Джерем. Понимаешь? Даша, ты оделась уже? Давай быстрее на балет опоздай. Сейчас, папочка, пять минут. Тааа, тааааа! Даша, ты хочешь? Даша, ты хочешь? Даша? Таааа! Таааа! Даша! Таааа! Ну, что так долго? Привет. Вот, как просила. Там желтый и два оттенка телесного. Зачем тебе вдруг понадобилась водостойкая краска? Ой, стоп. А что это? Что случилось? Подожди, тебе больно? Что, похоже? Сейчас еще желтенького добавим. От настоящего не отличить. Не понял. А он что, нарисованный, что ли? Ой. Да у меня подружка гример. Я у нее многому научилась. Слушай, а к чему все эти художества? Для шефа. В доктора играете? Ну, после того случая с платьем. Делает вид, что ничего не было. Стесняется. Ждет, когда я сделаю следующий шаг. А шагать обязательно с гематомой? Ну, смотри, я ему позвоню. Скажу, что сильно упала. Попрошу отвезти меня в травму. Он приедет. Я ему сначала покажу синяк. А там... Пап, ты долго еще? Дашенька, извини. Балет на сегодня отменяется. Пап, хватит прикалываться. Да нет, Даш, я серьезно. Ирина сильно ногу ушибла. Нужно срочно отвезти ее в больницу. В следующий раз обязательно сходим. Ну, пойми, там человеку плохо. Папа, почему именно ты? Мы на этот балет месяц собирались. Я не знаю. Может быть, ей просто попросить больше некого. Сейчас быстро кофе выпью. Надо ехать. Даша, да что такое? Алло. Даша. Позови папу. Друг подвезет? Какое счастье. Какой еще друг? Ну-ка, позови папу. Так он еще и врач. Как вам повезло. Слышь, ты пигрица. Ну-ка, встала и позвала папу. Спасибо большое вашему другу. Теперь мы с папой сможем пойти в театр, как он и обещал. Всего хорошего. Вы оправляетесь. Если ты сейчас же не позовешь папу, то я тебя слышу. Ирочка! Солнышко! Ну зачем так? Ну, Ирочка, вставай. Вставай аккуратно. Вот руку. Так. И, да, идет на стул. На стул. Аккуратно. На что? На весу. Аккуратно. Так. Где ударился? Вот здесь? Больно? Вот здесь? Да. Папа, представляешь, Ирину друг подвезет. В смысле? Я сейчас только что с ней разговаривала. А он еще и врач. Пойдем, мы уже опаздываем. А с каких пор ты принимаешь звонки на моем телефоне? Ирину друг подвезет, ирину друг подвезет, ирину друг подвезет. Ирину друг подвезет, ирину друг подвезет, ирину друг подвезет. Ирину друг подвезет. Алло. Здравствуйте, Наташ. Вы мне звонили? Ага, да, я вам звонила. Спасибо, что перезвонили. Я просто хотела поинтересоваться. Мне дали добавки для похудения. Бады. Это вообще как, эффективное средство? Нет, Наташ, не ко мне. Я Бадам не доверяю и не использую их в своих программах. Ну, хотя вроде они кому-то помогали. А, ну тогда надо будет попробовать. Тогда четко соблюдайте дозировку. Иначе эффект может быть чрезмерным. И вообще, зачем вы все время себя истязаете? Вы постоянно придумываете себе какие-то испытания. Ну, потому что будущий ребенок для меня важнее. Это все потому, что у вас нет любви ни к себе, ни к мужу. И ребенка вы хотите для того, чтобы любить хотя бы его. Наташ, вы меня простите, что я так резко. Но это правда. Угу. Я вас услышала. Ирина, Ирин. Спасибо. Ирина, ну хватит уже. Ну, сколько можно? Дашка, видимо, неправильно вас поняла. Но вас же в конце концов кто-то отвез в травмпункт. Отвезли. Через три часа. Ирина, ходите, я вас сегодня домой отвезу. Все. Договорились. Кстати, Ирина, почему у вас ступня перевязана? Вы же вчера про колено говорили. Ура, ура, победа, ура, ура. Мишка, минус три килога, минус три килога у меня. Мишка, ты позавтракал? Да, слушай, не покупай больше эту кисель, пить невозможно. Какой кисель? Миша! Мишка! Поехали. Мишенька, а ты? Да, 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 да. Привет, любимый. Привет. Ой, ты так соскосился? Да, извини. Миш, Миш. Выворотни дашь, выворотни, выворотни. Хорошо, подъем. Молодец, какая, ой, какая молодая тоже. Так, стоим, стоим, стоим. И опускаем. И бум-бум, как бегемотики прям опустили. Ну что ж такое? Мои любимые балерины. Я подумала, хорошо бы нам разучить с вами новый номер. Ура! Хорошо. Тогда наш танец будет называться «Камешки». Идите все сюда, ко мне. Значит, становимся в диагональ на две линии. Быстрее. Давайте, давайте, давайте. Садимся. А другую ножку тянем, тянем, тянем. Мысочек смотрим на ручку. И как бы на птичку мы смотрим, смотрим, смотрим. И круговое движение. Раз, шейку тянем, Соня, красиво. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Два, три. Да, Соня, что случилось? Мне кажется, у меня вообще ничего не получается. Ну почему у тебя все получается? Давай спинку прямо держим, шею. И птичка полетела, полетела, полетела. Хорошо. Теперь встаем через рон. И помните, мы с вами на предыдущем занятии разучивали движение, когда вы шагали с ручками, да? И раз. Вот, 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 вот. Кисти мягкие. Так, ну давайте посинхроннее, еще раз, еще раз, еще раз встанем. И раз. Ручки, 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 как бабочки. Оп. Аккуратней. Спасибо, Сергей, что подвезли меня. Да не за что. Должен же я как-то искупить свою вину. Я вас только до подъезда провожу. Дальше сами справитесь. А может, все-таки кофейку? Ох, нет, спасибо, Ирина, я побегу в следующий раз. Мне еще Дашу встречать надо. Сергей. Да? Я тут узнавала про балетную школу. Мне порекомендовали одну с хорошими педагогами. После нее всех большое берут. Спасибо. До свидания. До свидания, Наталья Александровна. До свидания, да? Пока. Солнышко, бредь. Пойдем, я тебя познакомлю. Наталья Александровна, можно вас на секундочку? Здравствуйте. Я хочу представить. Это Влада Викторовна Гаврилова, Наталья Александровна. У Влады Викторовны дочь тоже занимается балетом. Соня, ну зачем так официально? Можно просто Влада? Ладно, нам пора бежать. Мы прощаемся. До свидания. Солнышко, мы с тобой созвонимся. Мы прибежали. Знаете, Соня так восторженно о вас отзывается, что я решила на вас посмотреть. Моя Маша ходит в одну балетную школу. Мы говорили, что лучшее. На деле оказалась дрель. В общем, я решила ее оттуда забрать и записать к вам. Ну, я думаю, что для начала это надо обсудить не со мной, а со Светланой Аркадьевной. Боже мой, ну конечно же, я обсужу это со Светланой Аркадьевной. Просто для начала решила на вас взглянуть. В балерину вы, конечно, не похожи. Но ведь балерина и педагог – это две разные профессии, не так ли? Ну, до встречи, Наталья Александровна. Увидимся. Мишенька, попей бульончиком. Ага. А ты покорми меня с ложечки, Занька. Как маленького. Ага. Давай. Как же ты с таким животиком на работу пойдешь? Не знаю. Ну, оставайся. Не-не-не. Работа с нами. Ты мой друженек. Скоро мне елец. Друг! Дорова эта певочка! Даршуня. Опаздывает? Как обычно. Ну, давай я с тобой пока посижу. Спасибо. Пойдем, может, на улице подождем? Давайте. Пошли. Даша, тянись макушечкой кверху. Вот. Вот. Ты меня прямо в детстве напоминаешь. Я когда была маленькая, я тоже танцевала всегда и везде. Меня поэтому мальчишки стрекозой прозвали. Где же твой папа? Наверное, сразу в десяти пробках застрял. Слушай, может, тогда ты маму наберешь? Она быстрее приедет. Мама умерла. Господи, извини. Ничего вы же не знали. Потом это было давно. Я уже почти не грушу по ней. Просто жалко, что ее нет. Она была такая добрая, ласковая. И папа с ней все время смеялась. Когда я была маленькая, мама говорила, что я танцую, как настоящая балерина. Теперь я так мечтаю стать балериной, чтобы в Большом театре танцевать. Знаешь, если о чем-то очень сильно мечтать, то это обязательно сбудется. Так что, если хочешь, конечно, ты будешь танцевать в Большом. Только одного желания мало. Нужно очень много работать. Я знаю. Я готова. Ну, тогда все получится. А я тебе в этом помогу. Тебе не холодно? Нет. Нехорошо. Папа! Здравствуйте. Добрый вечер. Привет, Даша. Там такие пробки, пришлось машину бросить. В следующий раз не торопись так. Мы с Натальей Александровной успеем новый танец выучить. Я чувствую себя здесь лишним. А вот и не обиделся. Не обиделся, не обиделся. Спасибо, что с Дашей посидели. Да, совершенно не за что. Просто вы все-таки постарайтесь в следующий раз чуть пораньше приезжать. Буду стараться изо всех сил. Хорошо. Кстати, раз вам из-за меня пришлось задержаться, может быть, вас до дома подкинуть? Так вы же машину где-то бросили. О, забыл, представляете? Ну, тогда давайте мы вас с Дашей до метро проводим. Ну, хорошо, давайте. Привет. Ой, привет. Ну что, как дела? У трех собеседований был. И? Ну, пока не ясно. Понятно. Ты голодный? Ну, нет. После твоего киселя я больше никогда не буду хотеть есть. Сейчас макароны принесут. Валерина, ты моя. Десерт точно не будешь? Нам нельзя. Слушай, Даша, ты вот школу хорошую нашел. Там почти все преподаватели с Большого театра. Давай туда перейдем. Мне уже тут понравилось. Это ж просто школа. А там почти Большой театр. Или ты не хочешь стать серьезной балериной? Хочу, только... Что только? Мне Наталья Александровна очень нравится. Она добрая. И объясняет хорошо. Мы же не знаем, чему тебе на самом деле Наталья Александровна научит. Может быть, она нахваталась там по верхам, а теперь учить пытается. А вот та школа, которую Ирина советует... Ах, так это Ирина предложила. Да? Спасибо большое. Ни в какую другую школу я не пойду. Так и передай свои злые дни. Господи, Даша, ну при чем тут? Главное, чтобы школа была хорошая. Я в интернете читал отзывы, ее все хвалят. А про Наталью Александровну что пишут? Ну что, она про нее что-то пишет? Ну ладно, ладно, я погуглю. Ты ее же свои макароны. А потом десертик. Папа, тебе все-таки нравится, толстый балерин. Привет. Не помешаю? Да я номер додумываю. Ну, я могу и позже. Ты чего? Ну, что случилось? Поссорились? Нет. Он пропал. Я ему звоню, на почту пишу, в соцсети. В ответ тишина. А с ним все нормально? Нет, с ним не все нормально. Он мерзавец. Да нет, я в смысле, может он в больнице. Ой, хорошо было. Он только лежит на подушках. Я вношу передачу, а он весь перелом. Сбежать не может. Тогда он точно не отвертелся бы от предложения. Я думаю, все гораздо проще. Просто хочется расстаться. Даже мясо, кстати, твое по-французски не помогло. Такие мужики все ненадежные стали, как на подборах. Ну, не все. Ну, как? Вот, например, товарищ. Представляешь, один дочку воспитывает. Мне Дашка вчера рассказала, что у них мама умерла. Так он все сам. Школа, уроки, балет. А у него злой бизнес. Не знаю, если он такой раз прекрасный, поэтому вряд ли он один. Но если вдруг, надо брать. Кому брать? Себе. Тебе? Тебе. Ты вообще как? Чего? У меня Миша есть. Завитушка старорусская. Бон аппетит. Ну, что, давайте пробовать. Угощайтесь. Ну, что, как? Вкусно. Так мы вам поверили. Да, Ирина, как-то без энтузиазма. Не, ну, улочка, конечно, обалденная. Я просто сладкое не люблю. Поэтому такая злая. Даша, или ты сейчас извинишься, или ты пойдешь пить чай за другой столик. Прошу меня извинить. Ну, конечно, моя прелесть. Как жаль, что мы с папой не сможем взять тебя сегодня на мюзикл. Мюзикл? Он для взрослых. Сергей Сергеевич, у меня два билета. Пойдемте. Так, левую ножку у нас на ног, и продолжаем растяжку. Молодец, Катя. Милалинка, где у нас левая нога? Так, хорошо, молодец. Да, молодец, молодец. Соня, лопатки. Макушкой тянись. И давай, 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 подъем, подъем, подъем. Молодец, молодец. Даша, чего мы шатаемся? Давай, макушкой вверх тянись. Дорогие балерины, у меня объявление. Ваша группа едет в Суздаль на конкурс балетных коллективов. Так, ну все, девочки, занятие окончено. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Светлана Аркадьевна, а что за конкурс? Ежегодный выездной конкурс проводится в этом году в Суздале. Школа принимает приема участия уже 10 лет. Объездили всю страну. Хотели послать старших девочек, но у них номер не готов. И тут я вспомнила про тебя. Светлана Аркадьевна, вы что, я не смогу. Что? Наташа, а ты помнишь, как ты говорила, что не сможешь балет преподавать? Помнишь? Так что, пожалуйста, без элиберансов, с улыбкой, вперед. Ну, что, стоим? Папа опять в пробке? Нет, он звонил, сейчас будет. Но он не отпустит меня на конкурс. А мне так хочется, Наталья Александровна. Ну, а с чего ты решила, что папа тебя не отпустит на конкурс? Он вообще не хочет, чтобы я тут занималась. Хочет меня перевезти в другую школу. Странно. Он ни мне, ни Светланы Аркадьевны. Ничего такого не говорили. Если он меня не отпустит, я все равно поеду. Наташа, ну как же ты сможешь поехать без его разрешения? Мы тебя даже взять не сможем. Эй, ты чего? Ну-ка не вешай нос. Пойдем поболтаем. Пошли. Давай. Ну, не драматизируй. Я уверена, что папа тебя отпустит, когда увидит, как ты хочешь. Послушай меня, он тебя любит. И я не думаю, чтобы он препятствовал из-за какой-то вредности. Он теперь Талик свою Ирину служит. Она, во мне, не вообще внимания не обращает. Ну, 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 да шо я? Ну, ты же даже с ним еще не говорила. Смотри, ты поговори с ним спокойно. Ты его убеди. Я уверена, что он тебя поймет. У тебя очень хороший папа. И это чистая правда. Для чего, Даша? Сергей Сергеевич, что же вы так подкрадываетесь, как кошка? Так, оказывается, можно узнать много интересного. А мне говорят, что подслушивать нехорошо. Мне хорошо, когда дети за взрослыми подслушивают. А когда взрослые за детьми, можно. Даже нужно. Ну, и педагогика у вас. Почему вы только ребенка учите Сергея Сергеевича? Не надо лишней критики, Наталья Александровна. Вы только что сказали, что папа, я хороший. Да, Даша? Как ты можешь переводить меня в другую школу? Спокойно, никто тебя никуда не переводит. Правда? А почему? Почитала я в интернете про твою Наталью Александровну. Правда, хорошая была балерина в прошлом. Подавала большие надежды. Правда, ушла из балета почему-то. Может быть, платья рваться стали, а? Не смешно. Да? О! Миленький мой, Сырен Акопович, спасибо вам огромное. Вот, ну, ей-богу, если бы не конкурс, я бы не отпрашивалась. Подожди, подожди, подожди. Как я знаю, что ты не обманываешь? Ну, так я же отработаю от головы, вы же меня знаете. Нет, я про другое. Как я знаю, что ты балерина? Эй, ты что делаешь? Ты что перед чужим мужем крутишь, а? Вы что делаете, урод? Элла, тихо! Элла, тихо! Элла, что делаешь? Элла, рот распрыгнул! Прости. Даже не думал, что мюзикл бывает таким интересным. У меня ведь Дашка специалист по этим развлечениям. Ирина, спасибо за вечер, Ирина. Сергей, что-то вы рано благодарите. И вечер ведь только начался, разве нет? У меня есть чудесный ровный, мои друзья с Кубы привезли. Прости, Ира, я не могу. Дашка там одна, няня меня только до двенадцати отпустила. Не могу, отпустила. Сереж, ты ведь большой мальчик. Ты когда в последний раз делала то, что хочешь? Даш, без оглядки на дочь, няню, работу. Едем ко мне. А, Даша? Мы тихо. Субтитры создавал DimaTorzok